Смуравьёво-2 4 км бетонной дороги ни разу капитально не ремонтировали с момента постройки в 1955 году. Большинство зданий, использовавшихся военными, пустуют, а некоторые и вовсе снесены. За снос аварийных зданий областной бюджет заплатил около 4 миллионов рублей, чего не хватило для завершения работ. По руинам до сих пор понятно, где они располагались. Сейчас население Смуравьёва около 1000 человек. Это второй по численности населённый пункт в районе после Гдова. Его жители либо работают в других городах, в Гдове и Сланцах, либо являются военными пенсионерами. В самом Смуравьёва работать негде. Приходится ездить далеко. Я работаю в 160 км отсюда, в Ленинградской области. А, и приезжаете сюда как на выходные? Нет, почему? Я сюда каждый день после смены приезжаю. То есть каждый день вы ездите 160 км туда? У меня два через два. Вот езжу до Сланца, там развозка и в Кингисеппском районе работаю. А вы как? Да, примерно так же. Из жилого фонда пустует порядка 170 квартир. Желающих купить их здесь нет. Здесь нет детского сада, в школе дети учатся лишь до 9 класса, нет аптеки, а фельдшерский-акушерский пункт недавно потерял последнего специалиста. Аптеки у нас, как сказать, почему-то нету. У нас даже вот месяц назад ФАП закрыли. То есть отделение, да, медицинской помощи целый год. Женщина-фельдшер была-была, как говорится. Учили, обучали её, обучили. И тут вдруг раз, никого нету. А посёлок-то большой? И что, в АГДОВ ездить в итоге? А, и никто не беспокоится, почему её нету, почему забрали, почему новую не дают, почему вот так вот. И все люди, конечно, скорую помощь вызывают, каждый день ездят в АГДОВ. За таблетками, за всем в АГДОВ. Очень тяжело набираться. Вот это, конечно, первая проблема, ФАП. Вот. Трехкомнатная квартира выделена, всё сделано. И почему вот так вот, как сказать, среди лета оставить детей и людей без медицинской помощи? Отдельная проблема посёлка Котельный. После весьма странной процедуры реконструкции 2014 года, на которую было потрачено более 15 миллионов рублей, в Котельный поставили дровяные котлы. Морозными зимними днями, по рассказам кочегара, в сутки уходит 70 кубометров дров. Дрова колют вручную на улице. Бригада рабочих обычно состоит из 5-7 человек. Жители на работу котельной не жалуются. Это значит, что кочегары работают добросовестно. У меня дома тепло. Ну, у кого, да, стеклопакеты, у того более-менее. Так вот, окна у всех в основном старые деревянные. Самая крупная стройка с Муравьёва сегодня – это реконструкция бывшего здания военторга под Дом культуры. Проектом предусмотрен большой концертный зал и библиотека. На реконструкцию ушло около 32 миллионов рублей. Проблема бывших военных городков не нова для нашей страны. Поселков со схожей судьбой по всей стране сотни, если не тысячи. Хотелось бы, чтобы люди, принимающие стратегические решения, не бросали в топку времени судьбы людей, вольно или невольно связанных с такими забытыми уголками России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова